МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Чрезвычайная ситуация. Пожары бушуют в четырёх районах Самарской области. 200 фронтов войны с коронавирусом. Оперативная сводка к этому часу. Переход за 209 миллионов. На 16-м километре московского шоссе ждут роста пешеходного трафика. Чаепитие с министром. Скромное чествование самарских олимпийцев в день открытия Паралимпиады. Пожары бушуют на территории четырёх районов Самарской области. И если угрозу для села Борское удалось снять, то, судя по видео, размещенным в социальных сетях, сейчас огонь приближается к населённому пункту Язевка, всего в четырёх километрах от Кенеля. Очевидцы рассказывают, что к этому очагу уже выдвинулись пожарные команды. По данным МЧС, только в Борском районе в тушение пожара накануне принимали участие 696 человек и 183 единицы техники, которым удалось сократить площадь активного горения со 110 до 20 гектаров. В регион накануне прибыл дополнительный второй вертолёт МЧС Ми-8. Сегодня ожидается борт БЕ-200, способный взлетать как с полосы, так и с водной глади. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провёл личный приём погорельцев из сёл Гвардейцы и Немченко и пообещал, что всем, кто был прописан, постоянно проживал здесь и потерял кров, власти ещё до конца недели помогут в приобретении, строительстве либо восстановлении жилья. Экстренная помощь в сумме 10 тысяч рублей каждому пострадавшему от пожара уже выплачена. В Самарской области за минувшие сутки выявлено 434 новых случаев коронавирусной инфекции, скончалось ещё 21 человек. Таким образом, общее число погибших достигло отметки 3067. Такие данные сегодня в 12.30 опубликовал Федеральный оперативный штаб. Всего с начала пандемии заболели 87 156 жителей региона, 75 803 выздоровели, из них 241 за последние 24 часа. В целом, по России за последние сутки выявлено 18 833 новых случаев коронавируса, сфиксировано 794 летальных исхода. За сутки в Россию полностью выздоровели 18 636 человек. Николай Плаксин недолго оставался заместителем министра строительства Самарской области. 24 августа по распоряжению губернатора Дмитрия Азарова он возглавил ведомство с формулировкой временно исполняющей обязанности министра строительства. В новой для себя роли Плаксин останется вплоть до назначения руководителя Минстроя в установленном законном порядке. Напомним, что Николай Плаксин стал заместителем министра неделю назад, 16 августа. Выходец из компании «Волготранстрой» до этого возглавлял столичное ВТС метро и отвечал в основном за реализацию транспортных проектов в Москве. Отметим, что официально кресло министра строительства Самарской области пустует с апреля, когда в отставку ушел Евгений Чудаев, который решил сконцентрироваться на своем бизнесе и озвучил депутатские амбиции. Его место временно занял Сергей Печушкин, но и тот оставил его уже в июне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы понимаем, как вас там ломали морально и так далее, но вы все выдержали. Мы знаем каждого. То есть не расстраивайтесь, кто-то занял там какое-то место не призовое. Вы все равно наши герои. Вы представляли нашу родину, нашу страну, нашу Самарскую область. Мы дорожим вами. Сергей Кобылянский вручил почетные грамоты министерства не только участникам Олимпиады, но и тренерам. А кроме того, поделился планами по развитию физкультуры и спорта в Самарской области. По его словам, в регионе принято решение развивать пятиборье и фехтование. Есть задача привлечь в эти виды по тысяче новых спортсменов. Собраны документы для строительства 50-метрового плавательного бассейна. Есть мысль о необходимости создания спортивного кластера в столице губернии для подготовки сборных по всем видам спорта. А потому решается вопрос по возведению современного центра фехтования и центра гаднбола на 7 тысяч зрителей. Кроме того, в Сызрани, Тольятти и Самаре планируется организовать сразу три центра развития грибного спорта. Глава регионального министерства спорта, рассчитывая на поддержку олимпийцев в пропаганде их видов спорта, обещал атлетам не только обеспечивать их качественную подготовку впредь, но и помогать с решением жилищных вопросов. С нового года граждан России начнут информировать о размере их пенсии. Министр труда Антон Котяков подписал соответствующий приказ, опубликованный на портале правовой информации, согласно которому теперь всех мужчин в возрасте от 45 лет и женщин старше 40, в том случае, когда они не получают досрочное пособие или по инвалидности, раз в три года начнут ставить в известность о предполагаемом размере их страховой пенсии. По данным Счетной палаты России, после последней индексации средний размер страховой пенсии в стране, сейчас составляет 16 789 рублей 50 копеек. По планам властей к 2024 году сумма выплат неработающим пенсионерам должна увеличиться до среднего уровня 20 388 рублей. Следователи будут выяснять детали случая с загрязнением местности у железнодорожной станции Ториати. Как рассказали в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, накануне во время мониторинга правоохранители обратили внимание на историю о том, что около железнодорожной станции Тольятти неизвестные сливали из железнодорожных вагонов цистерн в окружающую среду химикаты. В специально выкопанные ямы они сбрасывали и бочки с неустановленными веществами. В источнике информации говорилось, что несколько последних дней жители села Русская Барковка, которые находятся рядом с местом обнаружения химических веществ, чувствовали химический запах. Кроме того, в ближайшее время планируется назначить несколько экспертиз, а также представители ведомства совместно со специалистами-экологами оценят уровень загрязнения окружающей среды. По результатам проверки примут процессуальное решение. С начала этого года в Самарской области число вакансий для пожарных выросло в 1,7 раз. По данным экспертов сайта для поиска работы и сотрудников хх.ру, с января 2021 года в России для специалистов этого профиля открыли в два раза больше предложений о работе, чем за аналогичный период 2020 года. В Самарской области к пожаротушению или пожарной безопасности сейчас так или иначе относятся более 60 вакансий. По сведениям от работодателей, в обязанности лесных пожарных входит непосредственно тушение природных пожаров, работы по охране лесов от возгораний и обеспечение пожарной безопасности. А также оказание помощи пострадавшим и защита населенных пунктов и объектов инфраструктуры от угрозы пожаров. Средняя зарплата в вакансиях для пожарных составляет 35 тысяч рублей. В то время как среднее ожидание соискателей пожарных 45 тысяч рублей. Треть соискателей – люди в возрасте от 25 до 35 лет. Еще две трети – те, кто старше этого возраста. Конкуренция невысока. На одну вакансию в среднем претендуют лишь три соискателя. На 16-м километре Московского шоссе в Самаре появится надземный пешеходный переход. Тендер на сумму около 209 миллионов рублей по строительству эстакады в районе улицы Дальней опубликован на портале госзакупок. Победителю авансом заплатит треть, остальное станут переводить ежемесячно, примерно в равных долях. Подрядчика ищет управление автомобильными дорогами Самарской области. В срок до октября следующего года победителю аукциона следует не только возвести из пролетных строений пешеходный переход на опорах с входными группами, но и найти для него оригинальное архитектурное решение. Провести переустройство и защиту подземных коммуникаций, вынести электросети и организовать дождевую канализацию, завершив работы в итоге благоустройством и озеленением площадки. Заявки от строителей принимаются до 14 сентября. Одно из условий участия в конкурсе – опыт возведения подобных объектов. В сообществе «Подслушна Самара» в соцсети ВКонтакте появился ролик, снятый из кабины пожарного самолета Ил-76. Посмотрите видео, где летчик «Орлов» тушит лесные пожары в Самарской области с воздухом. Спасибо ему и всем, кто принимает участие в этом, пишет автор поста. Комментарии к ролику в целом позитивные, хотя не обошлось и без критики. «Где обещанный Бе-200?» – спрашивает один из участников сообщества. А где Бе-200 будет воду брать? В какой луже, если пожар в Борском? Самое близкое – Кутулукское водохранилище, которое наполовину спустили. Надо думать, что пишешь. Ничего личного написали ему в ответ. Ежедневная редакция телеканала «Терры» принимает десятки звонков от телезрителей. И ни одна наша программа не обходится без вашего участия. Совокупная аудитория «Терры» составляет 400 тысяч человек в сутки. В круглосуточном доступе новости Самара от журналистов нашей компании представлены на сайте trkterra.ru и в наших пабликах социальных сетей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова